всем привет я сегодня прям с утра решила съездить ветеринарную клинику мне нужно сделать прививки моим щенятам а то уже скоро в отпуск улечу нужно успеть сделать прививки поэтому не себе и щенкам и поэтому сегодня прям думаю с утра быстренько съезжу у нас как раз врач сегодня как раз с утра работает у него наш деревенский врач работает мне не постоянно у него там у него сегодня например у него всего один час рабочего дня ну а потом он наверное ездит куда-то по по фермерам каким-то я ночью я не знаю что он дальше делает я немножечко отдохнула но сегодня вчера уехала карина с детьми я девчонки навела порядок в доме ну так более-менее а сегодня у меня еще по планам испечь пирог ну потому что у меня сегодня будет еще такое ну еще у меня будут гости но заедут только тогда на на кофе он тоже хотят поздравить меня с днем рождения ну и просто это все но это такие ну скажем не близкие просто знакомым поэтому долго мы сидеть не будем может быть часик-два и только на кофе больше ничего не готовлю вот сделаю пирог не я могла бы конечно сходить но в бекерай ну булочную и что-нибудь купить но я люблю как-то ну короче говоря я люблю сама когда гостей встречаешь ну что в бекерай может ну булочная может каждый пойти и купить где мои маленькие не плачьте мы уже сейчас приедем сейчас я вам их покажу как подъеду они у меня дети в сумочке сидят потом вам расскажу сколько стоили прививки уже не знаю я не звонила заранее обычно я еще звоню спрашиваю в этот раз я не позвонила не спросила сразу поеду не знаю что он цен цен девочки не знаю потом вам скажу не страдайте мои хорошие они первый раз на машине едут они первый раз мой хороший на машине едут да сейчас мы уже подъедем но я короче говоря вот так вот оставлю ночью сильно все и пойду узнавать вот они мои хорошие сидят да и вы мои хорошие кроссовчики мои все ладно мы пошли на прививочки все девчонки и мальчишки сходила я к врачу узнала я все дал он мне таблетку сказал что как нужно правильно сделать проглистогонить это по-русски называется и потом где-то через неделю получается что я должна прийти к нему и только тогда мы сделаем прививки вот и тогда я получу паспорта для собак ну куда будут занесены все их не прививки и еще он мне сказал что если вдруг этого эту собачку хозяева захотят вывести вести за границу например то им нужно будет их по-новому регистрировать на свое имя и тогда они получат совсем другой совсем другой паспорт мощь для прививок для выезда ну чё ты мне сигналишь меня что машина едет люди такие до сигналит как будто бы я не вижу когда мне надо выехать и когда мне не надо выехать все такие нервные я сейчас отвезу щеня домой и поеду мне нужно в магазине купить картошку кстати девчонки за эти дни что я не снимала ролики получилось а так что мы были с володей мы ездили в клинику у него прихватила спину короче говоря девчонки и мальчишки он лежит дома у него болит спина он на больничном до пятницы вот короче говоря когда наш папа дома я его еще контролирую чтобы он выпил таблетки и это постоянно так что и почта остановилась а сейчас я ему сразу отдам свой конвертик не знаю приедет он к нам или не приедет я сейчас ему сразу 1 меня я тут просто поработала быстренько ему отдала я кучу то я в другую сторону пакет мимо почтового ящика но нет я хотела просто чинят домой отвезти и так как я хотела еще потом все равно в магазин поехать поэтому я бы все равно к почтовому ящику заехала потому что мне нужно было отправить свой заказ ну теперь я уже ему отдала теперь я уже туда не поеду мне нужно купить картошечку картошка лук у меня кончилось я же на день рождения все все израсходовала картошки было много было вкусно кстати всем еще раз спасибо огромное за поздравление за ваши хорошие комментарии насчет того что не там одна девочка посоветовала заехать в реал баранину посмотреть да я знаю мы раньше всегда в реале баранину покупали но я же говорю мы живем в деревне и мне дарьяла короче мне получается дальше ехать это в другой город в этом куда я ездила там нету реала в общем говоря мне нужно ехать ваша фонбург чтобы попасть куда-то в реал это у нас его как-то перестроили так сейчас я и я даже не знаю какой какой он у нас сейчас короче есть у нас реал или нету я не знаю надо надо спросить у тех кто ваша фонбурге живет так все отдаю щенят и еду в магазин представляете сейчас захожу домой не володя говорит тебе с этого сразу бюро звонили до с туристического агентства они говорят ваш паспорт только что пришел его как он только что пришел я вот сейчас приду дам приеду домой сейчас магазин и специально хочу прям посмотреть я же когда его высылала уже прошло 2 недели 10 прошло уже точно только до час пришел а у меня все так у меня что-то открыто на дверь как всегда яку как они дают паспорт пришел фотографии нет я бы наш фотографию в догонку высылала что еще в видео это же говорила прям сразу же на следующий день я выслала фотографии в догонку паспорт гать могу только сегодня получили я бы что-то я вообще ничего не пойму я уже его обратно жду они его только получили ягу как-то интересно но теперь хорошо хоть фотографию нашли ягу я его посылала вдогонку такой же к большой конверт был потом слышу этот видно сам этот начальник этого райза бюро туристического агентства услышал потому что женщина какая-то звонила она как у меня больше ничего нет я буду хорошо у меня еще одна фотография есть ягу вышлю вам вдогонку еще одну фотографию потом этот услышал и кричит татьяна татьяна подожди пришла твоя фотография три дня раньше этому как я что-то ничего не могу я отправляю почту каждый божий день и у меня все если у меня мои заказы получали бы через две недели люди после того как я им отослала бы они бы были бы все в шоке нет вот это долго идет но я уже не стала сильно долго выяснять отношения думаю я с почты работаю каждый божий день на и может быть у них она где-то на почте лежала знаете когда не получают когда может быть бюро было закрыто в то время когда привезли почту и может быть они только сами сейчас только с почты забрали все заказы когда когда на почте их оставляют в общем только сейчас я сейчас прям приду и специально посмотрю я думаю что я найду наверное вот этот вот сам сам отслеживающий номер ну ладно теперь охот все хорошо хоть что получили это ладно все что мне нужно мне нужно картошка лук самое главное чтобы еще чего больше не докупить потому что каждый раз и там есть место есть место у нас теперь оттуда так все неудобно потому что стройка идет и парковочных мест очень мало все пошла в магазин я же еще говорила мне еще нужно мне нужно еще творог купить потому что я сегодня уже хочу пирог спечь из творога я приехала на вот это вот место где я в прошлый раз тарелочки нашла девочки у меня здесь и я собрала дома мешок со старыми вещами которые нам не нужны моя закупочка я купил опять вот эту капусту очень мне на теперь нравится я и теперь постоянно покупаю это купила йогурт нам из сабрины наш папа такой не есть потому что он не сладкий лук хлеб вот такие вот нектаринки я потрогала они мягенькие я не знаю наверное будут ну короче попробую в не знаю какие и картошку хотелось бы чтобы они были сладенькие все этот мешок я сейчас отправлю в красный крест вот так у нас это все функционирует час я вам покажу на те кто не знает неудобно одной рукой он полный опс и так нормально смотрите вот так вот открывается мешок вот так вот все и отправляю его туда все отправила здесь еще два следующих а этот уже полный стоит все и поехала я теперь домой готовить кушать и печь и печь пирог важно устал одной рукой неудобно сейчас быстро сначала поставлю пирог у меня мясо там варится сегодня у меня будет бешпармак то володя говорит савари бешпармак может и баранина купили мастер баранина есть так что теперь мы бешпармак с вами соборания вот так вот гости мои придут туда ближе к ужину так что до ужина до 1 часов 5 на кофе питье так что до ужина мы еще успеем пообедать до ужина мы успеем пообедать и потом как раз попьем чай со своими знакомыми так что вот так девочки мальчики володя сидит дома со своей больной спиной я еле настояла чтобы мы поехали в клинику так по идее мне надо поехать уж очень он сопротивлялся очень уж он не хотел ехать в клинику но потом видно ему прихватило хорошо я уголу ты просто подумай ну вот как ты будешь работать вот он с дивана встать не может сядет потом встать не может сначала сесть не может потом встать не может я могу тут сам только подумай как ты будешь работать его сможешь работать он будет нет не смогу ягун тогда все руки в ноги поехали ой мужики так боятся врачей я не знаю мужики вы все вы петесь так врачей женщин наверное лучше по врачам кое чем мужчины вернее не лучше а чаще ну все я уже дома практически пошла дальше заниматься делами а девочки паркуемся ну конечно такой парк плат можно закрытыми глазами запарковаться правильно когда машин нет то можно то можно хорошо запарковаться припарковались все нормально попала как как я смотрю одну девчонку она меня поняла кого я смотрю я нашла туда дырочку я в нее попал я кумф одесс попал ты в дырочку я тоже девочка попала в дырочку девочки у меня сегодня наш любимый пирог с творогом из вишней буду делать у нас сегодня гости ну так просто быстренько на кофе больше ничего делать не буду только для кофе так что сабрин давай это покидай это не могу ну да то теперь с телефоном стоишь сейчас вот так вишен вишенку покидаю потом сделаем присыпку сверху с маслом и с маслом мука сахар и сегодня возьму вот такие вот орешки это сделаю такую присыпку в прошлый раз я делала кажется с кокосовой стружкой или с кокосовой стружкой сделать нет сегодня сделать такой а то это кокосовая стружка потом в зубах застревает да я всю вишню сюда отправлю почему не можно это в два раза сделать первый первый шесть потом вишню потом 2 еще наверх вишню все равно не запустится и нужно по равному кокосу можно положить сейчас сделаю присыпочку потом покажу все смотрите сделала присыпочку девчонки я не показывала его как рецепт просто но у меня есть уже этот пирог на канале поэтому оставлю вам ссылочку внизу под видео ну и кто захочет тот зайдет на этот влог это по моему не на моем кулинарном канале мне кажется на кулинарном канале у меня нету этого видео еще как-нибудь сделаю а во влоге у меня есть там рецепт есть и там я все подробно рассказываю и показываю теперь я отправляю в духовку на 180 градусов на 35 минут посмотрите какой пирог у меня получился отлично такой высокий но он еще и очень вкусный и вот этот пирог очень классно с вишней делать потому что пирог такой сладкий туда тесто песочная и сладкая вишенка такая кислая и это вкусненько наш обед сегодня у нас вот такой вот бешпармак с баранины я теперь варила но лепешечки покупала в русском магазине да сама не дело поэтому по-быстрому и я еще люблю вот такой вот маринованный лук бешпармаку очень мы с володей вдвоем он же теперь у нас болеет да ты же у нас болеешь все пошли кушать все ладно настанет я просто уж не могу и работать и иди вон туда садись я тебя сниму красивого как зачем а то скажет вдруг я кого-нибудь тут от другого кормлю это хотела сказать да ты чё а тут разорался тебя скажи моим девочкам и мальчиком привет всем привет че как спинка плохо накладываем через магазин откроется и мы поедем за дрова и потому что у нас холодно мы будем топить комит конец мая уже скоро летом еще с камином зря мы так рано отопление отключили да не знаю что котики пришли на запах где он где он там кто-то бруно да я его снимут у меня как-то бруник пришел а то у меня как-то спрашивали где ваш бруно а наш бруно ходит только когда папа дома да он по-другому не ходит чё бруник ко мне пошел вау иди конечно у меня же руки мясом пахнут правда у меня же ручки пахнут мясом да красавчик кто еще идет со небе ну конечно соня подтянулась а все на запах пришли я сейчас а у тебя же вилка есть бери господи мы же вдвоем больше никого не до . бруник мой красавец да сильно грозы ты зеленоглазый соник эти эти ты моя красавица я хочу кушать но я зверей сняла что они же редко приходят все всем приятного аппетита всем кто сейчас кушает всем приятного аппетита и мы тоже садимся кушать на соль нормально все вы посмотрите какая у нас погода на улице дождик моросит холодина сирень моя уже отцветает учим короче говоря на улице полнейший ужас по идее как должен был красиво здесь стоять мой этот синенький цветочек а то то все мокро грязно короче говоря уже смотрите у нас даже еще не зацвел пион обычно к моему день рождения он уже отцветает я просто не хочу ближе выходить ближе подходить к этому к пиончику потому что девочки на улице такой дождь ужасный не охота мне холодно девчонки сегодня с утра занималась смотрите делала у них я вам показывала материал говорила что мне заказали много одеялок очень я и вчера вечером раскроила и сегодня все обвернуло жила края в общем обработала и теперь мне нужно на них будет вышивать но имя собачки нам потом покажу когда сделала цветочки это которая каринка подарила хорошие стоят другие уже немножечко подвяли я их убрала туда на барную стойку а вот эти теперь у меня на столе стоят но они самые свежие поэтому они у меня здесь состоят но тоже потихонечку они раскрываются хочу показать сегодня еще свои подарки в общем пока володя уехал думаю сейчас я быстренько вам покажу мои подарки но то что володька мне подарил 100 уэра ну что-нибудь купить себе я естественно еще ничего не купила возьму с собой в россию может в россии что-нибудь куплю короче говоря не знаю еще что но короче сейчас покажу что мне дети подарили они все вместе сбросились втроем и подарили мне опять косметику от фирмы lancome сейчас покажу очень короче говоря они вообще не хотят что уже стоялось они мне каждый раз только косметику дарят и все самых таких хороших дорогих фирм вот и сейчас хвалится девчонки девочки для начала хочу показать очень начну вот с такой вот свечки карина мне привезла очень хорошо смотрите в общем вот так вот называется это ножи короче говоря карина мне сказал мама зажигай просто так не ставь пахнет прям очень хорошо это limited edition а том вечно будет поставишь они у тебя просто так стоят да они так пахнут хорошо поэтому мне как-то их так жалко зажигать нет я конечно зажгу просто у меня еще одна хорошая свечка из которой я никак не могу зажечь но вот сейчас холодно как раз можно и зажечь вот такая вот свечка с такой крышечкой деревянной так но а теперь а теперь самое интересное смотрите это все от фирмы lancome об этом я потом похоже скажу но это был пробник девчонки вот такой вот серым я еще ничего не открывала хотела сначала вам показать но потом естественно все открою но и буду пользоваться но и потом кому интересно спрашивайте я буду говорить свои ощущения как мне понравилось или не понравилось в общем это вот такой но серым это сыворотка вот такая вот девчонки я не знаю сколько это все стоит это же подарок карина только сказала мама дорого тебе не не обязательно знать сколько это все стоит крем вот такой вот для лица ну крема я люблю не как я уже говорила неоднократно что должна быть хорошая удобная обувь хороший крем для лица и хороший парфюм основной все неважно девчонки вот такой крем это такая умывалочка для лица вечером для снятия для снятия макияжа вот такая вот умывалочка но как сказала я еще ничем не пользовалась все еще новенькая все еще закрытая как начну пользоваться но теперь я уже вам показала теперь я конечно начну этим всем пользоваться вот такая вот маска но потом как-нибудь сделаем вместе с вами вы тоже посмотрите тут смотрите на обратной стороне короче нарисована это такая тканевая масочка так смотрите какая красивая коробочка в общем я сама еще не знаю что здесь сейчас откроем и посмотрим здесь еще что-то завернута просто посмотрите да как все красиво упаковано а это какие-то пробные крема мульти лифтинг девочки это видно очень хорошие крема вот такие вот крема но это маленькие пробники наверное это нужно попробовать потом тебе если понравилось можешь заказать себе большую баночку и это тоже пробник я так понимаю вот этого вот этой вот сыворотки да потому что это вот одинаковая все это тоже значит пробничек девчонки не самое главное вот эти духи на духе я уже естественно понюхала девочки помните я вам говорила про духе это вот эти были духе они такие короче говоря у них вы знаете какая цена это пробничек это прислали на пробу я посмотрю мне запах очень понравился я посмотрела в интернете девочки 100 грамм стоит 226 ой 226 ой короче говоря девочки это только мечта запах потрясающий он такой пудренный очень шикарно пахнет девчонки все вот такие у меня подарочки ну еще была коробка конфет мы ее скушали похвалилась я своими подарками по такие вот подарочки у меня в этом году на день рождения букете пахнет хризантема пахнет интересно да в это время хризантемки растут но сейчас вообще вот смотрите хризантема очень вот такие вот подарочки у меня на этой нотке а девчонки у сабринки там новые ролики она сделала я вам в своем сообществе оставлю ссылочки но кто захочет посмотрит а то у нее во время когда школа была много много работа написала все такое не канал немножечко так упал у кого есть желание поднятие немножечко канал просмотрами то пожалуйста зайдите посмотрите она там показывает новую коллекцию получила от каталога этого шеи вот короче говоря всем кому интересно заходите смотрите подписываться не обязательно кто хочет тут можете подписаться все ссылочку оставлю у себя где-нибудь в описании или в сообществе девочки все на этом буду заканчивать к нам сейчас скоро придут уже гости поэтому сейчас я быстро здесь и все уберу и может быть даже успею смонтировать видео очень девчонки учета на меня навалилось а столько много всего и работы еще у меня прибавилось так что не теряйте мне я буду стараться каждый день конечно что какие-нибудь ролики снимать ну показывать вам что я зачем я занимаюсь целый день короче говоря ладно девчонки и мальчишки сердце кому было со мной интересно оставайтесь подписывайтесь нажимайте на колокольчик но и всем пока пока